Робот-официант, который не требует чьего в Казанском федеральном университете, появился официант, который привозит заказ к нужному столику, при этом не разлив ни одного напитка. Команда лаборатории интеллектуальных робототехнических систем Института информационных технологий и интеллектуальных систем создала робота-официанта. Проект занял первое место на региональном этапе открытого российского чемпионата по робототехнике «Робокап». Разработка принимала участие в одной из самых сложных на чемпионате лиги «Робокап Robots at Home», которая направлена на практическое применение. В составе команды магистрант второго года обучения Артем Апурин, а также аспиранты Булат Абясов и Александра Доброквашина. Мы работаем на задачу реального какого-то кафе. Естественно, то, что там будут все равно ходить какие-то люди, может быть, другие официанты, еще что-то. И, соответственно, робот будет объезжать эти динамически появляющиеся препятствия. Его задача как раз-таки не пролить то, что он везет, не столкнуться с кем-то по пути, собственно, доехать успешно до метки и остановиться в некотором расстоянии от нее. На «Робокап» молодые ученые использовали уже существующего робота и модули навигации, разрабатываемые на протяжении многих лет в институте. По регламенту чемпионата были необходимы дополнительные детали. Для этого студенты напечатали на 3D-принтере специальную модель подстаканника. В систему управления добавили камеру высокого разрешения, которая считывает маркеры, прикрепленные к определенному столику. Также участники соревнования придумали алгоритм, позволяющий распознавать координатные метки, строить правильный маршрут движения и обходить препятствия. Команда наших студентов и аспирантов подготовила робота к этим соревнованиям. При этом программы, которыми мы пользовались для соревнований, состояли из модулей, разрабатываемых нами много лет. Над проектированием специальных модулей для робота Института информационных технологий и интеллектуальных систем работал с 2017 года. Осуществление самой же прикладной задачи соревнований команда начала непосредственно за месяц до начала чемпионата. Как подчеркивает профессор кафедры интеллектуальной робототехники Евгений Магид, последняя неделя подготовки была особо напряженной, когда студенты проводили эксперимент на открытой площадке. Сможет ли робот заменить реальных официантов? Покажет время. Тем не менее, студенты лаборатории интеллектуальных робототехнических систем еще раз доказали, что наука не стоит на месте. Виктория Бояренцева, Фарид Захитуглы, Универа Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова